Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Владимир Комардин. Я буду сегодня вам читать вебинар о беспроводном оборудии Advantek. Я являюсь генеральным директором компании Connell. Connell на российском рынке присутствует с 2009 года. Всегда фокусным направлением компании Connell было направление беспроводное. Это всякие решения, связанные с радиомоделами, сотовыми устройствами, модемами, различными трекерами и маршрутизаторами. И где-то с 2016 года компания Connell влилась в компанию Advantek. И на территории России мы стали отдельно выделенной структурой и каналем дистрибьютором Advantek. Соответственно, сегодня мы поговорим о двух направлениях беспроводного оборудования Advantek. Это сотовые устройства, в частности маршрутизаторы. И устройства, связанные с новыми направлениями сети LPWAN. Это Low Power WAN сетей. И LoRaWAN устройств. Ну и Wi-Fi, соответственно, тоже. Сотовые маршрутизаторы и шлюзы компании Advantek. Первые устройства из этой серии были выпущены в 2005 году. И устройства, которые тогда были выпущены, это маршрутизаторы серии V1 ER75, сняты с производства, были в прошлом году. Соответственно, больше 10 лет срок службы и производства этих устройств. Некоторые устройства работают по сей день на некоторых объектах. Первые такие устройства, маршрутизаторы, были использованы в Санкт-Петербурге на таможенных терминалах на границе Финляндии. Можно было там через ВАП. Еще была такая функция в телефонах, когда еще не было нормального интернета. Можно было зайти и посмотреть картинки, есть ли на границе пробки или нет. На текущий момент маршрутизаторы Advantek охватывают направление в сотовые от 2G до 4G. И на текущий момент в ближайшее время появится еще поддержка 4,5G. Это то, что LTE-A. И в конце года появятся образцы 5G в чистом виде. Отрасли, которые охватывают маршрутизаторы, это видеонаблюдение, транспорт, энергетика, платежные терминалы, банкоматы и киоски по продаже чего-либо. На текущий момент на нашем рынке основное направление, где используются сотовые маршрутизаторы, это видеонаблюдение и банкоматы. В меньшей степени это транспорт и еще меньше это энергетика. Сотовые маршрутизаторы на текущий момент уже переросли свою функцию и стали больше смещаться в направлении шлюзов. То есть помимо того, что наркотизируется трафик, еще они позволяют конвертировать различные входящие физические протоколы в другие программные протоколы. Например, там MatBus, RTL, MatBus, PTCP, IP. Или некоторые роутеры содержат в себе уже веб-оболочки, позволяющие делать возможность SCADA-системы прямо на борту. И далее передавать данные по другим протоколам уже в другие какие-то облачные сервисы. Либо по MQTT, либо по RESTful, либо по JSON. Как видно на слайде, вот верхний уровень. Это различные платформы, которые поддерживают наши сотовые маршрутизаторы. WebAccess, DMP и WebAccess VPN. Это платформы Advantek. Ну и Azura и другие платформы третьих производителей. Соответственно, здесь мы видим развитие маршрутизаторов с 2016 года по 2021 год. Первая линейка это Smart Flex линейка, указанная здесь. Она на самом деле производится с 2012 года. И дальше, если смотреть по этой шкале, что появилось нового за 2019-2020 год. Это появился маршрутизатор с поддержкой стандарта EN 50155. Это железные дороги. ACR 3831. Появилась поддержка встроенная WebAccess VPN и WebAccess DNP. То есть, это VPN-портал для удобства работы с сотовым маршрутизатором. Так как все знают, что реальный IP-адрес на сотовых маршрутизаторах вещь не очень простая. Не все операторы это поддерживают. Во многих странах это даже отсутствует как класс. Реальный IP-адрес. Для этого нужен VPN-портал какой-то. И WebAccess DNP это платформа для управления всеми маршрутизаторами, которые к ней подключены. Позволяет собирать данные с них о том, как они работают, вести системные логи, когда они отключались, когда они перезагружались, какой уровень сигнала был и так далее. В том же ключе. Дальше. Что нового у нас в ближайшее время появится? В третьем квартале 2020 года появится новая линейка роутеров ACR-2031 и ACR-2431. Это линейка маршрутизаторов начального уровня. Аналоги ACR-1601, но с традиционной операционной системой, которая сквозная на все платформы маршрутизаторов, за исключением ACR-1600. В третьем квартале 2020 года также появится маршрутизатор LTE-A. Это то, что называется 4,5G со скоростью до 1 гигабита по LTE. Плюс у него на борту уже будут гигабитные порты, в отличие от всех остальных маршрутизаторов. Ну и, соответственно, и во второй половине 2020 года появятся также у нас образцы с 5G, и можно будет уже потестировать, если у нас, конечно, будут тестовые зоны здесь, в России, открыты. По соотношению цена-особенностей производителя. Здесь вы можете видеть, что самая простая модель это ACR-1600, и самая производительная и сложная, это будет ACR-4400-5G маршрутизатор. Ну и далее мы поговорим уже конкретно о сериях маршрутизаторов, о семействах их. Одно из семейств это маршрутизаторы SmartFlex и SmartMotion. Устройство производится с 2012 года, поддерживают LTE третьей и четвертой категории, также поддерживают и предыдущие стандарты 2G и 3G. Что интересного в этих сериях? Эта серия как конструктор. Если можно сконфигуровать под свою задачу необходимое вам устройство, нужно вам два порта Ethernet, пожалуйста. Если вам необходимо, чтобы было 5 портов, можно создать конфигурацию, при которой у вас будет 5 портов. Хотите еще 232-й, 2485-й интерфейс, пожалуйста. Также на всех этих моделях присутствуют входы-выходы, USB, на которые вы можете, можно ставить флешку и скидывать какие-то параметры, или, не знаю, например, веб-сайт поместить, и поставить юзер-модуль, который поддерживает Коптива портал, и когда пользователи будут заходить на маршрутизатор обычный, они будут видеть Коптива портал с рекламой. Ну вот то, что модно. То, что происходит, когда вы едете, например, в метроле в Санкт-Петербурге или в Москве, прежде чем подключиться к Wi-Fi, у вас рекламный ролик крутится от провайдера. Ну, в общем, для этого это и нужно. А маршрутизаторы этой версии могут питаться от солнечных батареек, от аккумуляторов, помимо стандартной сети. То есть питание у них 10-60 вольт и температура от минус 40 до плюс 75. Опционально можно добавить модуль Wi-Fi BGN стандарта. Также очень большой диапазон юзер-модуля для этих маршрутизаторов, где вы можете использовать промышленные протоколы и стандарты, которых нет в базе. Эта модуль распространяется бесплатно. Это а-ля конвертеры MadBus RTU, MadBus PCI-IP. Либо это протоколы для контроллера Fallon Bradley, либо это Mitsubishi протоколы. И еще много других вещей, уже связанных с маршрутизацией. В маршрутизатор SmartFlex имеет две сим-карты, которые позволяют переходить от одной сим-карты к другой по различным схемам, программируемым через веб-интерфейс. Соответственно, вы можете создавать несколько профилей с настройками, между которыми вы можете переходить по различным условиям. Также внутри профиля вы можете настроить переходы между сим-картами. Либо по отсутствию пинга какого-то портала, либо по количеству пакетов переданных служебных меньше определенного. И так далее. Можно принудительно это сделать. Можно это сделать посредством SMS в том числе. Так, что у нас дальше? А, SmartMotion. SmartMotion отличается от SmartFlex тем, что имеет два сотовых модуля на борту, которые оба подняты. И переход между модулями осуществляется от 6 до 20 миллисекунд. То есть, получается практически горячее резервирование. То есть, перебрасываются просто каналы и туннели, которые организованы. Если брать SmartFlex, где у нас просто две сим-карты, то отключается сотовый модуль, переключается новую сим-карту, и дальше идет стандартное поднятие и подключение, регистрация к базовой станции сотового оператора, которая может длиться от 6 секунд, от 2 секунд и до 15-20 секунд, в зависимости от базовой станции и насколько она перегружена. В случае со SmartMotion переключение идет в миллисекунды, потому что оба канала подняты. Единственное, надо перекинуть данные. Ну, это карта, где указана поддержка каких стандартов с точки зрения всей планеты. Наше устройство для России и Европы это SR-303 и SR-304. SR-303 это LTE третьей категории, SR-304 это SmartFlex с LTE четвертой категории. SR-307 это LTE с поддержкой 450 частоты, то, что у нас используют сейчас Tele2 и Rostelecom. Ну, и в определенных регионах другие сотовые операторы по лицензии. И ST-35 это SmartMotion. Все остальные модели это для других регионов и у нас, в общем-то, не используются. И, соответственно, также в этой серии есть обычный проводной роутер. Это SR-300. То есть, все то же самое, там просто нет сотового модуля. В резервных портах, которые присутствуют на этих моделях, один из портов может использоваться как WAN, второй порт используется как LAN. В случае, если у нас есть сотовая сеть, то она может использоваться и как основная, и как резервная. Можно сделать, что WAN-порт проводной основной, и LTE канал резервный. И наоборот, это все настраивается в веб-интерфейсе. Также в роутерах, во всех роутерах, Advantek присутствуют сторожевые таймеры аппаратные. Те, что отсутствуют у наших конкурентов. У них исключительно все программно сделано. Аппаратные сторожевые таймеры, их два. Один следит за сотовой частью, второй следит за процессором маршрутизатора. То, что следит за процессором маршрутизатора, он не настраиваемый. То, что следит за сотовым модулем, он настраиваемый. И как раз он используется для того, чтобы переключать сотовые профили, настройки профилей в маршрутизаторе, или переходы между сим-картами, или между модулями в случае Smart Motion. Ну, вот схемка развития моделей Smart Flex и Smart Motion. Соответственно, линейка развивалась как функционально, так и с поддержкой тех или иных направлений. То есть, в 2016 году поддержка LTE 450 появилась, до этого не было. Дальше там появилась LTE четвертой категории. В 2019 году SR304. Какие-то сертификаты, которых не было раньше. И, соответственно, ближайшее, что нас ждет в изменениях в этой линейке, это в этом квартале, но уже в следующем квартале, появится модель, которая будет изменена с 385 годом. То есть, это стабильная линейка, которая уже давно на рынке, себя зарекомендовала. И основное ее направление – это промышленная автоматизация, это котельные, автоматизация котельных, когда необходимо собирать данные. Это различные станции подкачки воды удаленной и так далее. Дальше идет более простая серия SmartStars SL30. Модель очень проста. У нее есть всего один Ethernet-порт и всего один RSD32-порт. И есть модель, которой добавлен еще Wi-Fi. Эта модель была разработана для применения для банкоматов. Но на нашем рынке для банкоматов банкам понравилась другая модель, которая обеспечивает все то же самое, но имеет больше функционал. Эти модели пошли в автоматизацию для очень простых задач, где необходимо LTE и нужен 232-порт, там подключить какой-нибудь, собрать данные с каких-нибудь частотников или еще что-нибудь, которые имеют 232-порт. Ну и там конвертировать это с MatBus в какого-нибудь RTU в MatBus по TCP-IP. В общем-то модель очень простая. На борту есть еще один вход, один выход для управления чем-то или подключения какого-то датчика. Рабочий температурный диапазон минус 40 плюс 75. Относительно этой модели. Модель производится тоже с 2012 года на самом деле, несмотря на то, что написано 116. И в планах эту модель привести к дизайну ACR3031, то есть материнская плата останется той же самой, а корпус будет точно такой же, как у серии ACR3031. И соответственно уже будет к LTE 4 категории и поддержка EME и других регионов. Соответственно дальше у нас идет платформа ACR3232. Это маршрутизатор и шлюз. Здесь уже достаточно мощный процессор стоит. Эта модель начала выпускаться... Какого она года у нас? С 2018 года... С 2018 года у него есть два Ethernet-порта на борту. 1-232, 1-485 и входы-выходы. Здесь уже Wi-Fi не BGN, а BGN и ACR3232. Здесь уже на борту есть GLONASS. Рабочая температура минус 40 плюс 75. Часы реального времени. Также здесь есть поддержка спящего режима. Это когда у нас питание от аккумуляторных батарей или солнечных панелей. Когда необходимо экономить энергию. Соответственно здесь тоже у нас есть различные роутеры для различных регионов. Соответственно наш регион это EMEA и это ACR3231. Все остальные к нам не относятся. И плюс проводной роутер ACR3201. Это просто LAN роутер. Эта модель на борту уже может иметь Node-RED. Это оболочка, позволяющая сделать на веб-интерфейсе простейшую визуализацию процессов. Либо от 485 интерфейса MatBus RTU. Ввести на экран данные, которые подключены туда. Подписать, что это такое. Можно в этой оболочке отразить параметры самого маршрутизатора, трафика и так далее. Также в этой оболочке можно сделать отправку различных сообщений. Либо по почте, либо смс, либо как-то еще протоколы SNMP в другие оболочки облачные. Также можно конвертироваться в протоколы MQTT или RESTful или что-то еще. Платформа абсолютно открытая и можно на сайте Node-RED найти какие-то новые приложения, которые туда интегрируются. И вы получите дополнительный какой-то функционал для этой модели. Ну, карта развития этой модели. 18-й Гордстарт, продаж этой модели. В 2019 году появились модели с поддержкой Wi-Fi и GLONASS в третьем квартале 2019 года. На текущий момент ожидается модель с поддержкой LTE NB-IOD и M1. Также сейчас идет получение сертификата CR-RED. Также появилась модель LAN-роутер в начале этого года. И к концу второго квартала ожидается получение устройств с поддержкой BLE 5.0, Bluetooth 5.0, Low Energy. Соответственно, можно будет подключать различные устройства, которые поддерживают этот стандарт. И, соответственно, например, интегрировать в эту же веб-оболочку Node-RED, что позволит на веб-интерфейсе роутер рассмотреть, что эти устройства, как и что делают. Управлять ими, следить за ними. Ну, в принципе, все то же самое, что можно сделать с сотового телефона, используя различные оболочки. Дальше идет у нас самый бюджетный маршрутизатор на текущий момент на рынке. Это CR-1601. Самая простая модель. LTE четвертой категории. Есть всего два варианта. Это с GPS-глонасом или с Wi-Fi. Либо то, либо то. У нее две сим-карты, то есть переходы между сим-картами. У нее два Ethernet-порта, поддержка microSD. Единственное его отличие от всех остальных маршрутизаторов, это операционная система, не такая, как у всех. Это упрощенная, на базе OpenVRT сделанная операционка. То есть, сильно урезанный функционал относительно других моделей. Но за счет этого и у него бюджетность. Именно эта модель сейчас получила максимальное распространение для максимальных бюджетных решений. Когда требуется надежность и минимальная цена. Так. Node-Red. У вас свои блоки есть по взаимодействию с маршрутизатором? Или взаимодействие Node-Red с маршрутизатором происходит за счет, к примеру, REST IP? Node-Red внедрен, можно внедрить, есть свои готовые блоки, которые позволяют Node-Red проинсталлировать на маршрутизаторы серии SmartFlex Smart Motion и также на CR 32.00 и 38 серию CR и на серию 44.00. То есть, в принципе, мы имеем уже Node-Red на борту. Соответственно, дальше вы уже в рамках этой оболочки Node-Red уже можете использовать все наработки, которые есть на сайте Node-Red для различных вещей, которые там сделаны. Как конвертации протоколов, какие-то визуализации уже готовые. Можно писать свои. Я ответил на ваш вопрос, Ильдус? Так. CR 3831. Это маршрутизатор для применения на железнодорожном транспорте. Был специально разработан. Он поддерживает международный стандарт ЕС. В чем преимущество этого маршрутизатора? В тем, что у него все разъемы выполнены в виде М12 разъемов, которые позволяют прикручивать все разъемы, и от вибраций они разбалтываются и не вылетают. У него LTE четвертой категории, две сим-карты, поддержка microSD, соответственно, у него есть порт 232, есть USB-порт, есть GPS-глонас-приемник, и у него опциональная поддержка по ПОЕ. И как питание по ПОЕ, так и поддержка питания устройств по Ethernet других. Температура минус 40 плюс 70. Соответственно, все разъемы выполнены в виде М12, для того, чтобы обеспечить надежное соединение при любых вибрациях, нормных нагрузках. Дальше. CR2031 – это начальный уровень маршрутизатора, который будет сделан в следующем квартале, который дополнит линейку бюджетных маршрутизаторов. Если 16.00 – это с операционной системой, отличная от всех остальных, то эта версия маршрутизатора будет иметь операционную систему такой же, как у всех остальных маршрутизаторов. У него будет LTE четвертой категории, у него будет поддержка юзер-модулей, которые поддерживаются в версии V2 и версии V3 маршрутизаторов. Это версии SmartElex, SmartMotion и так далее. То есть у нас на сайте Conwell можно посмотреть весь список этих юзер-модулей, начиная там от конвертеров интерфейсов, заканчивая различными фишками с отправкой SMS либо отправкой логов куда-то и так далее. Настройкой динамической маршрутизации, каких-то дополнительных VPN-туннелей, которых нет в базовой прошивке. То есть все эти модули распространяются бесплатно. В общем-то, обычная модель сотового маршрутизатора бюджетного сегмента. Ну вот, будет три модели, которые поддержаны этим модельным рядом. Соответственно, с одним Ethernet-портом, с двумя Ethernet-портами, с 475-230-230-2 интерфейсом, ну и с двумя Ethernet-портами и интерфейсами 2.3.2.2.4.8.5. Соответственно, все они будут LTE маршрутизаторами, поддержки 2 и 3G не планируется в них. Что еще у них интересного? Ну, в общем-то, все. Есть модели, и последний из них будет еще с поддержкой Wi-Fi BGN. Ну, и следующее, то, что планируется к выпуску в конце года, это модель ACR4400. Это модель с поддержкой LTE-A. То, что называется 4.5G. У него до 1 гигабита по LTE скорость скачивания. У него более мощный процессор. У него на борту гигабитные порты Ethernet, в отличие от всех остальных роутеров, где 100 мегабитные. Опционально можно сделать 4 из этих порта с поддержкой PUE. На борту у него также есть порт SFP для подключения различных оптических портов. Также есть USB и GLONASS. Есть 232 порты, 485 порты, поддержка CANBASS, поддержка E-SIM READY, то есть, если у нас все-таки примут, разрешат E-SIM, значит, можно уже будет здесь припаивать сим-карты прямо на платку. Вот. И Wi-Fi с поддержкой ACR4400. Вообщем-то, во всем остальном это точно такой же маршрутизатор, как все остальные серии. Та же самая платформа операционная, те же самые юзер-модули, которые поддержаны. Соответственно, здесь вы также можете использовать Node-RED, так как память устройства и процессор позволяют запускать более тяжелые процессы. Можно и на Node-RED что-то реализовать. Также, как в общем и все маршрутизаторы, этот маршрутизатор поддерживает Python без SDK. Соответственно, можно писать какие-то свои скрипты, свои приложения. Также можно написать свой юзер-модуль. Есть мануалы, как это сделать. И модуль будет решать только вашу задачу. На этом маршрутизаторе обрабатывать те или иные вещи. Вот. Ну, это карта развития. Соответственно, первая модель это третий квартал 2020 года. Это LTA. И во второй половине 2020 года образцы это уже образцы с поддержкой 5G сетей. Ну, в общем-то, здесь представлены те облачные решения, которые поддерживаются нашими сотовыми маршрутизаторами и стандартами. То, о чем я говорил ранее. Ну, дредд уже на борту. Также у нас есть две оболочки, два веб-решения. Это SmartCuster и SmartWorks Hub. SmartCuster это VPN-портал, который базируется где-то на каком-то хостинге. И в случае того, когда у вас сим-карты с серыми IP-адресами, вы используете для того, чтобы получить доступ к маршрутизаторам или сетям. В этом VPN-портале есть возможность... Чем его плюс от обычного VPN-решения? OpenVPN тем, что здесь вы можете прямо в оболочке конфигурить, с какими маршрутизаторами будут объединяться в одну сеть, а какие маршрутизаторы с какими компьютерами будут объединяться в другую VPN-сеть. И друг друга не видеть. Но вы будете видеть их все вместе и очень легко конфигурировать. То есть переключать, допустим, один сотовый маршрутизатор или компьютер из одной сети в другую. То есть это визуально и понятно. А SmartWorks Hub — это удаленный менеджмент и мониторинг для сотовых маршрутизаторов серии V3 и старше. Эти серии маршрутизаторов прямо с пометкой SmartWorks Hub идут. И когда вы заказываете такую модель, у вас автоматически уже есть лицензия для подключения к этому порталу. Этот портал находится на территории Advantek. И когда вы подключаетесь, вы в своей учетке видите все ваши маршрутизаторы, можете ими управлять, настраивать и их контролировать. Ну и теперь примеры о решениях, которые можно с помощью наших маршрутизаторов делать. Это парковки, это индикация свободных мест, это различные системы видеоконтроля на парковках, оплаты парковки. То есть, в принципе, маршрутизатор может обеспечить и подключение видеокамер, и также может обеспечить работу Tableau в случае написания своего юзер-модуля. Также может открывать шлагбаум. В общем-то, можно на одном маршрутизаторе решить не только задач, плюс подключить к нему удаленные датчики, которые позволят уже собирать данные с парковки, либо заполняемость ее, либо загазованность, температура и так далее. Далее, управление трафиком, ну и опять же уличные парковки. Это светофоры, это парковочные места. Помимо светофоров, наши маршрутизаторы на текущий момент очень сильно распространены на всех спид-камерах в Питере, в Москве и также в регионах. Нами покрыто где-то порядка 70% рынка спид-камер. То есть внутри стоят наши маршрутизаторы, которые обеспечивают передачу данных. О том, о нарушениях, которые делают водители. Ну, применение для экстренных служб есть задачи, в которых необходимо обеспечить каналы связи на скорой помощи, в полицейских машинах или пожарных машинах. То есть в скорой помощи это обеспечение, то, что нынче называется телемедицина, когда доктор удаленно может посмотреть визуально и проконсультировать врачей по действиям. Полицейские машины, ну, это то, что сейчас уже используется. Это сбор данных с видеорегистраторов и сразу связь с базой общей для сверки с тем, что считал видеорегистратор. Ну, и пожарные машины, это доступ до баз с различными службами, когда можно посмотреть там планы здания и так далее, по тому объекту, куда они прибыли. И обеспечить связь и видеонаблюдение. На транспорте. На транспорте это передача данных и контроль различных параметров. Ну, как правило, на транспорте ставится обычно еще промышленный компьютер и уже к нему подключается сотовый маршрутизатор, который обеспечивает передачу данных. Также это камеры, также это различные датчики, количество пассажиров, также это информация о местоположении транспорта, это система оповещения, ну и так далее. Все то, что вы наблюдаете, когда едете в транспорте, либо это электрички, либо это автобусы, либо это троллейбусы. Также решения, которые сейчас приходят и к нам уже, это системы, как бы так сказать, все рекламные панели обеспечивают, помимо того, что рекламу, они еще имеют встроенные камеры, которые обеспечивают контроль проходящих людей, то есть смотрят за тем, кто это, что это и как это передают, передают в органы. Плюс также они смотрят, какая основная группа людей проходит мимо, в какие определенные, в определенное время дня, и в этот момент искусственный интеллект подсовывает именно ту рекламу, которая как... подходит именно для этих людей на основании того, как они выглядят, как они одеты, какой интерес они проявляют, когда поворачивают голову к этой рекламной панели. То есть достаточно тонкое манипулирование идет сознанием, то есть на базе искусственного интеллекта. Так, ну, центр обработки данных, это не так интересно. Так, решения для строительной техники. Это стройплощадки, где необходимо обеспечить видеонаблюдение. Это какие-то выездные вещи по ремонту турбопроводов, где надо показать, как идет работа, зафиксировать работу. Это вот для этих решений используется маршрутизатор плюс камера. Вот. И также на больших всяческих экскаваторах, которые удаленно управляемые, тоже ставятся маршрутизаторы, где можно удаленно посмотреть, что происходит с машиной, как она производит добычу того или иного, там, шагающие экскаваторы, еще какие-то подобные вещи. Так. Ну и дальше мы переходим уже к различным LoRaWAN, LPWAN решениям и устройствам. Также Wi-Fi. У компании Advantek есть различные решения, позволяющие использовать эти сети или самим генерировать трафик в этих сетях и обеспечивать шлюзы из одних сетей в другие шлюзы. Соответственно, есть устройства, которые поддерживают LoRaWAN публичную версию, когда можно подключить третьих партнеров к нашим шлюзам. Либо LoRaWAN private устройства, это когда только устройства Advantek могут использоваться в сети. и также сети LPWAN. То есть это свои разработки Advantek на тех же частотах, что и LoRaWAN, но свои собственные протоколы, обеспечивающие связь по радиоканалу. Соответственно, оборудование Advantek делится на LPWAN, на LoRaWAN и на Wi-Fi устройства. Соответственно, часть устройств это узлы, которые собирают данные от датчиков и дальше уже по тому или иному радиоканалу передают уже на шлюз. Шлюз обеспечивает передачу данных либо в LAN-сети, либо в 4G-сети, либо что-то еще. В зависимости от того, какая стоит задача. Далее я расскажу о шлюзах, какие есть шлюзы у Advantek. Потом я перейду к узлам, какие есть Advantek и каким шлюзам они подключаются, какие задачи они могут решать. И в конце немножко о применении этих устройств. Соответственно, есть у Advantek 4 шлюза. Это WISE 6610, который обеспечивает шлюз между LoRaWAN и LTE-сетью. Соответственно, все датчики и узлы LoRaWAN могут подключаться к этому шлюзу 6610 и дальше через LTE подключаться к облачным серверам, поддерживающим LoRaWAN. Дальше Smart Form 243. Это шлюз LAN в LoRaWAN, но с поддержкой только устройства Advantek. И два оставшихся шлюза. Это Smart Form 342. Есть версия поддержки LTE-LPWAN. Это для устройства Advantek поддержки Low Power One. И такое же, только в проводную сеть LAN и LPWAN. Далее подробно по каждому шлюзу. Соответственно, WISE 6610 шлюз, в общем-то, по операционной системе повторяет собой операционные системы сотовых маршрутизаторов и, в общем-то, имеет практически те же самые возможности, как маршрутизирование, так и по поддержке различных стыковок между протоколами. Помимо того, что он поддерживает все устройства Advantek с LoRaWAN, так и LoRaWAN третьих партнеров. Устройство на борту имеет Node-RED, соответственно, со всеми вытекающими возможностями. Поддержку MQTT, открытая платформа, где вы можете писать свои юзер-модули и расширять его функциональность под ваши задачи. У него есть один Ethernet-порт, а, соответственно, вы можете делать шлюзование как через LTE-сеть, так и через LAN-канал. Также устройство поддерживает различные OpenVPN сервера и клиенты, имеет рабочую температуру минус 40, плюс 75. То есть, в принципе, это взят маршрутизатор сотовый версии SmartFlex и немножко заточен под работу с LoRaWAN сетями, то есть добавлен модуль радио с поддержкой LoRa сетей и сделан стык ВЛТЕ. SmartFlex 243 это достаточно бюджетное решение для LAN LoRaWAN шлюза, но поддержка только устройства Vantek. Соответственно, у него есть один порт LAN и есть LoRaWAN радио-модуль внутри. Соответственно, по операционной системе, опять же, это нечто приближенное к операционной системе маршрутизаторов на базе OpenVRT, правда, сделанное, но опять же, есть и функции маршрутизирования, это поддержка OpenVPN различных, и поддержка LoRa узлов Advantech Wizard, серии Wizard исключительно. Других устройств с поддержкой LoRa Advantech этот шлюз не поддерживает. Соответственно, SmartSform шлюз, он тоже поддерживает только устройства определенной серии. Это, опять же, тоже те же устройства Wizard, и еще устройства, которые можно подключить по 485-му или Ethernet-порту, в зависимости от того, какая модель выбрана, и поддержка также сторонних устройств по стандартным протоколам, типа MatBus, RTU и подобным. Устройство здесь имеет LTE третьей категории, питание у него 9-26 вольт, и поддержка LowPowerOne. Это все то, что поддерживает серия Wizard, для которой они были созданы. Также на борту у него есть встроенный Node-RED для того, чтобы конвертировать данные, как-то обеспечивать визуализацию, складывать в базу данных и далее отправлять по каким-то событиям куда-либо. Либо в лобочные сервисы, либо уже на end-визерские устройства. Дальше уже о самих платформах. Начнем мы с платформы Wizard, которая имеет как LPWAN-устройство, так и LORWAN-устройство, но все они исключительно подключаются к SmartSform. Другие шлюзы не поддержим. Узлы выглядят вот таким образом, как на картинке. IP66 форм-фактор, питание двух аккумуляторов, 3,6 вольта, работа до 5 лет, в зависимости от того, как часто он будет выходить на связь. Есть две модели, которые поддерживают LORWAN, проэпиэтарный LORWAN, подключаются только к SmartSform. Одна моделька имеет 485 интерфейс, а вторая моделька имеет входы-выходы для подключения различных датчиков. Там 4 аналоговые входа, 2 дискретные входа и 1 выход транзисторный на управление чем-либо. То есть вполне то, что необходимо использовать для удаленной передачи информации от каких-либо датчиков, либо это предприятие, либо это какие-то станции, распределенные по территории, либо водонасосные станции какие-то глобальные, либо добычи какая-то, когда необходимо обеспечить передачу информации от каких-то датчиков. Дальше, вторая wizard LPWAN. Это сеть, mesh-сеть, которая была разработана еще до того, как стала популярна сеть LORWAN. Mesh-сети, это сети, при которых устройство, каждая может быть как приемником, так и ретранслятором. То есть каждый с каждым. Любая топология поддержана, выстраивается автоматически самый короткий маршрут до шлюза через другие устройства, либо напрямую. Тоже IP66 форм-фактор. Различные входы-выходы есть на устройстве в зависимости от модели. Либо подключение каких-то термопар, либо дискретные входы-выходы. Ну вот модельный ряд, в общем-то, вы можете посмотреть. Эти все устройства поддерживают 868 частоту. То есть они поддерживают все устройства с LORWAN и mesh-сети поддерживают частоту с 864 до 870. 70 с чем-то там. Так, дальше идут коммерческие узлы wizard. Это то, что ставится именно только в помещениях. Есть всего две модели этих узлов. Одна модель со встроенным датчиком температуры и датчиком влажности. Также можно подключить на два аналогового входа еще датчики аналоговые. Есть один дискретный вход, открытие-закрытие, чего-либо смотреть. Еще можно два термистора подключить. И вторая моделька соответственно еще может смотреть, имеет три аналогового входа. Тоже оба устройства имеют встроенную антенну и подключаются к тому же шлюзу Smart Swarm. Таких устройств может быть подключено к шлюзу как тех, что были на предыдущем слайде, так и этих. В зависимости от того, что вы хотите. Покупается шлюз Smart Swarm с поддержкой количества таких подключений. Там есть на 50, есть на 100, есть на 500 подключений. То есть, столько таких устройств можно и подключить. Есть также стартовые комплекты готовые, с начального уровня, когда можно уже купить готовую вещь, когда у вас есть один шлюз, есть какая-то задача, есть какой-то узел, к нему уже приделаны какие-то датчики или идут в комплекте. Модели, которые для системы кондиционирования и контроля температуры в помещениях, системы для мониторинга за параметры, за электропараметрами различными, напряжение или потребление, стартовый комплект для различных систем охлаждения, комплект для контроля систем освещения, и просто комплект для различного мониторинга за вибрациями. Это предпоследний комплект, там на картинке датчик вибрации, трехпозиционный акселерометр, и он же еще и датчик температуры в комплекте. Дальше идет беспроводная платформа Vice, она поддерживает технологии LoRaWAN, NBiOT и Wi-Fi. То есть, в принципе, это похожие друг на друга устройства, похожие друг на друга внутри операционкой и веб-интерфейсом настраиваем, физически имеющие некоторые отличия и различные возможности. Соответственно, как делится по технологиям передачи данных? Vice 40-й серии и 42-й серии это передача данных по Wi-Fi, датчики подключаются к устройствам, и вы внутри на веб-интерфейсе этих устройств конфигурируете, как вы хотите передавать и куда. поддержка RESTFULL и поддержка MatBus RTU и MatBus CPIP. Есть модели, у которых есть 485-й вход, есть модели, у которых есть и вход, и различные аналоговые дискретные входы и выходы. Далее будет подробнее по каждому модельному ряду. Серия Vice 44-71 и 46-71 это поддержка NBOT и LTE. Это стандарты сотовые, которые сейчас обеспечивают сотовые операторы. Допустим, в Санкт-Петербурге это NTS и Megafon обеспечивают. Не везде, правда. Дальше идет направление LoRaWAN К этой серии относятся Vice 46-10 и 24-10 Это устройства, которые подключаются только к шлюзу 66-10 то есть это пропитанные устройства плюс но к этому шлюзу можете подключить и третьих партнеров LoRa устройства. И последняя категория это устройства 42-10 и 221 Это устройства поддерживающие LPWAN сети Advantek и подключающихся соответственно к шлюзам LPWAN. Далее подробнее о каждом о каждом. Так что у нас тут здесь у нас какие плюсы какие минусы от тех или иных направлений но в общем-то по большому счету в принципе здесь все примерно одно и то же исключением того что Wi-Fi устройство питания от батареи практически невозможно и плюс то что Wi-Fi диапазон очень перегружен различными Wi-Fi маршрутизаторами и так далее обычных ингьюзеров. Если говорить о NBO то питание от батареи возможно вот так же как и LoRaWAN и LPWAN только разница в расстояниях. если мы берем LoRaWAN то расчетная до 15 километров если LPWAN то до 3 километров на открытых территориях и если мы берем NBO то зависит от зоны покрытия сотового оператора. если мы говорим NBO то мы можем сразу напрямую переводовать данные в облачный сервис конечного заказчика если мы говорим про LoRaWAN то это идет через какой-то сервер LoRaWAN который уже дальше транслирует по лицензиям заказчикам ту информацию которую они запрашивают то же самое что и LPWAN ну и по Wi-Fi соответственно можно тоже напрямую передавать данные либо в облачные сервисы какие-то либо сразу на веб-оболочке устройства просматривать что происходит в общем-то это касается и всех всех устройств серии WISE узлы WISE с поддержкой Wi-Fi соответственно поддержка BGN Wi-Fi на борту веб-интерфейс как и у всех WISE где вы настраиваете что вы хотите передавать куда вы хотите передавать можете контролировать какие-то параметры есть 5 моделей в зависимости от модели у вас есть либо дискретные входы либо аналоговые входы либо 485 интерфейс работа исключительно по Wi-Fi может подключаться к Wi-Fi маршрутизатору может сам быть как точка доступа Wi-Fi которые вы можете подключиться например с планшета и просмотреть что происходит с теми устройствами которые к нему подключены либо это там по 485 интерфейсу либо это какие-то датчики аналоговые или дискретные соответственно поддержка встроенная MatBus по TCP IP поддержка RESTful пожалуйста в джейсон формате температура минус 25 плюс 70 дальше идут узлы вайс с Wi-Fi следующая серия более современная это вайс 4220 если предыдущий у нас поддерживал в общем-то разницы операционно никакой нету единственная разница в функционале здесь вы покупаете базу это вайс 4220 Wi-Fi и к нему можно отдельно докупать модули которые вставляются снизу в него это там аналоговые входы либо дискретные импуты либо дискретные входы с 485 портом вот выбирайте три варианта либо вайс S214 либо S250 либо S251 и подключаете к вашему Wi-Fi устройству то есть в принципе потом в будущем при желании можно поменять одно на другое если это необходимо и есть уже бандл это вайс 4220 S231 это уже узел со встроенными датчиками температуры и датчиками влажности его там уже нельзя поменять нижнюю часть есть модели с поддержкой так здесь здесь у нас только IP20 поддержки здесь IP65 нет так что у нас дальше узлы вайс с поддержкой NB и от конфигурация и построение точно такая же как у вайс с предыдущего слайда когда есть базовая модель и к ней можно подключить те или иные модули с входами выходами или портами соответственно здесь есть вайс 4471 версия с питанием от 10 до 50 вольт постоянного тока с поддержкой NB и от и к ней модули расширения и бандл с 6 дискретными входами и двумя дискретными выходами и есть модель вайс 4671 она отличается от предыдущих тем что у нее уже встроен аккумулятор и литиевый или питание 10-50 вольт либо поддержка питания от 17 до 21 вольт постоянного тока от солнечной панели программно веб-интерфейс точно такой же как у всех вайсов и соответственно поддержка тех же самых протоколов это либо RESTFUL либо MQTT либо MatBus по CTP IP соответственно из того что вам необходимо используя сети NBOT вы можете уже передавать данные либо ваш облачный сервис либо подключаться уже к каким-то другим системам сбора данных дальше узлы вайс лора ван здесь у нас в общем-то выбор не очень богатый здесь у вас вайс 4610 а также у нее встроенный аккумулятор также конфигурируется точно так же дополнительными модулями подключающимися снизу здесь уже есть IP65 поддержка соответственно можно уличная установка на улицу этих устройств в общем-то как устройств NBOT их тоже можно ставить на улице если выбрать модули которые не с клеммной колодкой а под M12 разъемы соответственно здесь у нас есть WISE 4610 к нему идут два модуля с входами выходами и сериальными портами и есть датчик WISE 2410 который уже имеет тоже питание от батареек имеет встроенный акселерометр и датчик температуры все они подключаются уже к нашему шлюзу WISE 6610 и который обеспечивает в общем-то сбор данных с них и передачу дальше в облачные сервисы либо отображение на нодреде прямо на самом устройстве дальше у нас идут узлы WISE LP1 это те же самые программное устройство за исключением того что там встроенный другой радиомодуль на субгигагерц в нашем случае это поддержка частот 868 соответственно конфигурируется все то же самое у нас есть WISE 4210 точка доступа соответственно и есть просто 4210 база которой цепляются различные входы выходы и интерфейсы то есть S2 S12 250 251 соответственно в одну сеть LP1 можно увязать 64 устройства подключив их к одной точке доступа 4410 AP соответственно также есть WISE 2210 и WISE 2211 это устройство которое подключается к той же точке 4210 AP но они имеют минимальнейший функционал это по 3 аналогов входа в одном случае 010 миллиампер переменного тока можно подключить 3 входа в другом случае это 420 миллиампер постоянного тока и все больше ничего не умеют при том питаются они через эти же входы примеры по лора ван по лора устройствам и другим лп ван протокол это фабрики сельских хозяйств здания и опять же парковки задачи которые могут решать эти устройства это то о чем я говорил ранее когда необходимо собрать данные с распределенных объектов это станции подачи воды например где надо контролировать различные насосы также смотреть по счетчикам и так далее где удаленно можно поставить узлы wizard которые будут собирать данные со всех датчиков либо по 485 интерфейсу либо аналоговые входы либо дискретные и передавать информацию на шлюз который уже будет дальше обеспечивать конвертацию либо в какой-то другой протокол либо уже передавать данные в SCADA напрямую либо в какой-то облачный сервис вот здесь ну вот здесь как бы насосы пример по насосам из поддержкой лораван пропитарный до 5 километров зона покрытия сети здесь реализована была это одно разрешение адвантек соответственно дальше это сельское хозяйство когда нам необходимо контролировать большие площади с точки зрения температуры влажности количество выпавших осадков и так далее где у нас нет питания у нас есть солнечные батареи или аккумуляторы и необходимо обеспечить долгосрочную работу устройств вот в этом случае мы ставим шлюз с солнечной панелью 500 сеть которая солнечная панель обеспечивает работу а устройства которые раскиданы по территории они работают на встроенных аккумуляторах достаточно большой период времени в зависимости от количества выходов на связь в сутки это от 2 до 5 лет соответственно если мы используем коммерческие вещи типа узлов визор то можем обеспечить контроль помещения открытия закрытия дверей и так далее и передачу данных уже информация об этом то есть это система безопасности также контроль температуры в помещениях контроль влажности в помещениях и так далее и передача уже веб-акцесс скада систему у Advantek есть своя скада система где вы можете уже настроить работу и управление различными системами и беспроводные и парковки соответственно у Боша появились недавно датчики вот на картинке их видно они прям крепятся к асфальту и они поддерживают лора ванны соответственно они были тестированы нашими шлюзами 6610 и все работает в общем-то замечательно можно использовать на парковку до до 500 устройств Бош подключаются к нашему шлюзу 6610 соответственно эти устройства Бош позволяют контролировать есть машина нет машины по мощи температуру из газового в принципе на сайте Боша можно посмотреть информацию об этих устройствах они недавно появились в общем-то это все что я хотел вам рассказать если у вас какие-то вопросы их можно писать мне мои координаты по QR-коду можно посмотреть вот он у вас на слайде представлен и задать мне какие-то вопросы какие у вас возникли отвечу либо я либо мои технические специалисты если у вас какие-то задачи по беспроводным решениям которых вы не очень понимаете как реализовать их то вы всегда можете обратиться в Конол для подбора оборудования или консультации как решить ту или иную задачу у нас опыт работы больше 10 лет беспроводных решениях с 2009 года и соответственно у нас можно назвать нас уже экспертами в этой области на этом заканчиваем наш вебинар всего доброго всем удачи до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...